Другим темам в этом месяце Национальный центр медицины отметит свой 25-летний юбилей. В масштабах Якутии медцентр является первопроходцем в плане выполнения сложных операций и внедрения новых научных достижений. О главных достижениях центра расскажет Александра Охлопкова. Важнейшим направлением здравоохранения является расширение возможности получения бесплатной высокотехнологичной медицинской помощи. За прошлый год такую помощь получили около 6 тысяч человек, что в полтора раза больше, чем в 2015 году. Стоит отметить, что как раз и в прошлом году, в августе, был принят указ главы республики о высокотехнологичной медицине. Мы уделяем большое внимание трансплантологии, потому что наши хирурги научились пересадкой печени, почек. Нам необходимо еще перейти на мировой уровень. Это пересадка сердца. В ближайшие годы над этим наши хирурги уже работают и достигнут этой цели. Соответственно, мы будем внедрять и коклеарную трансплантацию для детей, которые ожидаются дефектом слуха. Для реализации указов в крупнейшем многопрофильном учреждении Якутии в Национальном центре медицины за прошлый год открыты 4 отделения. Ежегодно в стенах РБ-1 получают лечение в стационарии свыше 20 тысяч человек. Более 60 тысяч пациентов посещают поликлинические подразделения. Проводится свыше 3 миллионов лабораторно-диагностических исследований. Более 10 тысяч операций принимаются свыше 2 тысяч родов. И вот за четверть века в стенах Национального центра медицины прошли обследования около миллиона человек. То есть это фактически каждый житель нашей республики. И 400 человек получили стационарное лечение. В прошлом году врачи Национального центра медицины провели первые операции по пересадке почек и печени. Все операции успешны, а пациенты уже вернулись в нормальную жизнь. Также медцентр ставит грандиозную задачу и в этом году готовится к пересадке сердца. Мы должны осуществить трансплантацию сердца где-то в конце этого года. Это получается октябрь-декабрь. При, допустим, невозможности, то это начало следующего года. Это все зависит от рецепиента. Для этого нам будет закуплен аппарат ЭКМО. То есть это аппарат мембранной оксигенации. То есть при невозможности работы самостоятельно сердца этот аппарат будет подключен и он может продлить работу сердца. Безусловно, главное в работе врача не только качество и количество спасенных жизней, но и благодарность самих пациентов. Инфарь перенесла в Иркутске. Ну, не сравнишь наши лучше, но там, видать, старинные. Это сказывается все равно. Оборудование у вас старинное? Старинное. А у нас? Вот именно то, что обнаружили, это аппаратура, которую мне в Аверин нашел. Она шла вообще. И жизнь даже на картине я никогда не видела. Уже в середине июня врачи медцентра готовятся к операции по кахлеарной имплантации. Персонал готов, оборудование соответствует. Александра Хлопкова, Андрей Секретов, НВК Саха, Якутск.